Благодаря истории отдельные люди, семьи и целые народы имеют свои корни и прошлое, а настоящее имеет основу и смысл. Свою роль в развитии тех или иных событий играют правители. Одной из самых неднозначных фигур в белорусской истории была королева Бона. В юности она получила блестящее образование, в ее жилах стекла кровь Медичи и Боджиа. Бона встречалась с великим Леонардо да Винчи, который работал во дворце ее родителей. Так кто же такая королева Бона и какое отношение она имеет к Гомельской области? В 16 веке на этом месте в Рогачеве возвышался каменный замок, который был построен королевой Бонной. Неизвестно, когда и кем он был разрушен, но сведения о нем есть в журнале за 1926 год. Сейчас здесь замковая гора. Кстати, королева Бонна не только строила замки, но в целом многое сделала для белорусских земель. При этом она была мудрым государственным деятелем. Также благодаря королеве в белорусском языке появилось слово «палац» от итальянского «палаццо». История Бона на белорусской земле началась, когда она стала супругой главы Великого княжества Литовского и короля польского Жгемонта Старого в 1518 году. Польская, белорусская и украинская исторические охроники не слишком лестно отзывались о королеве. Между тем, эти земли были обязаны ей необычайным культурным подъемом. Так, например, именно Бона Сфорца привнесла итальянскую роскошь в литовский, княжеский и польский королевский двор. Но ее вклад гораздо более весом, чем приучение польской шляхты к европейскому этикету. Благодаря Боне Европа услышала песню о зубре. Именно при ее поддержке знаменитая поэма Николая Гусовского была издана в 1523 году в Кракове. Мудрая правительница приложила руку и к развитию земель. В свое время она владела Кобринским и Пинским княжествами. Затем выкупила Гродинское староство, Бельск, местечко Моталь. Именно в годы правления Боны наступил расцвет для многих белорусских городов. Появилась регулярная линейная планировка улиц, развивались ремесла и торговля. При ней, например, Гродно получил водопровод. В городах Бонна строила госпитали, костелы, школы и замки. Одна из многих в то время ее королевских резиденций размещалась в Рогачеве. После того, как в 1535 году была война с Москвой, Рогачев полностью был разрушен. Бонна решила отстроить здесь замок. Строили замок местными силами, но по архитектурным языкам того времени итальянским именно. Тут были укрепленные стены, вокруг были насыпаны большие рвы, заполненные водой. В центре этих укреплений был дворец, который вы видите. Реконструкция этого дворца. В таком виде, немного видоизмененном, он дожил вплоть даже до Великой Отечественной войны, где уже его окончательно разрушили. Решение королевы о строительстве замка в Рогачеве в месте, где сливаются Друть и Днепр, было не случайно. При выборе земель Бонна всегда учитывала их географическое положение, богатство природы. А Рогачев славился и ранее своими живописными местами, а также лесами, где можно было охотиться. Кстати, сведения о том, гостила ли в Рогачевской резиденции и сама королева Бонна, расходятся. У нас есть сведения о переписке ее с управляющими этого дворца. Это начиная с 1548 года. Но факта в том, что она была здесь, таких нет. До сих пор спорят. И тут даже Ладия Роспача, Короткевича, где он описывает, как королева Бонна приезжала в Рогачев. И кто читал это произведение, классика, тот думает, что в Рогачев Бонна приезжала. Но, однако, исторически это пока не подтвердить, не опровергнуть ни у кого не получается. Замок Бонны в Рогачеве был своего рода резиденцией. Здесь в основном останавливались знатные особы, которые занимались охотой или те, чей путь пролегал через эти земли. Стоит отметить, что Бонна была весьма рачительной хозяйкой. В своих владениях она провела грандиозную земельную реформу. В начале 1550-х годов королевские земли были разделены на волоки, а для этого были перемерены все ее владения, составлены подробные списки дворов. Так сложились обстоятельства, что через 40 лет правления королева Бонна, накопив огромное состояние, вернулась на родину. А судьба ее владений, замков, складывалась по-разному. Так, например, разорительные войны 17 и 18 веков превратили Рогачев практически в руины. Правда, королевский замок Бонны оставался нетронутым. Полноценный уклад жизни в город вернулся только к середине 19 века. Архитектурное сооружение, построенное королевой, простояло почти четыре столетия и было разрушено во время Великой Отечественной войны, а королева Бонна на Гомельщине оставила свой незабываемый след – итальянский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова